Avon работает в России с 90-х годов и в каждый заказ вкладывался такой вот журнальчик, в котором рассказывалось о новинках, давались какие-нибудь рекомендации, иногда были какие-то интервью. Ну вот тут, например, про макияж написано, график компании. Вот была такая известная координатор, нуждина Лариса в Екатеринбурге. Такая возрастная женщина. Вообще считалось, что у Avon такой старческий имидж, торговля по бумажным каталогам, а сейчас уже все идет по электронному. Ну почти все. И именно потихонечку, где-то с 2017 года теряет продажи, хотя компания остается прибыльной, у нее есть завод в России. Пигалева Галина, кстати, какое-то время назад она уволилась. А это вот коллектив сборочной линии. Многие сотрудники там работали по 15-20 лет. Савейкина, Татьяна. Спасибо за внимание.